По установке ГРАД уже двигались к Тхенвалу. И на данный момент процентная ставка при покупке жилья составляет 24, блядь, процента годовых. Да ладно, составляет всю вашу почку, блядь, я не знаю, реально. Да моя почка столько не стоит одна, мне надо две продать, и то будет только на проценты работать. Пиздец, блядь, какой-то вообще. Они охуели просто все. Ебанистическая хуйня. Ну а начинаем с Москвы. Инновации в столице спускают под землю. Речь идет о новых вагонах подземки. Они более комфортные, со специальной подсветкой и системой противозажатия. Простите, пассажиров. Сразу после нас новые серии третьего сезона остросюжетного сериала Карпов. А в 22 часа в прямом эфире на НТВ информационное шоу «Анатомедия». А мы и Ольга Белова. Мы полетаем. Благодарю вас за внимание. До свидания. До свидания. Шесть российских теннисистов победы стартовали на одном из самых престижных и крупных турниров в Умблдоне. Напомню, что он входит в серию так называемого «Большого шлема». Его призовой фонд в этом году составляет почти... Совсем недавно из чеченского члена плена были освобождены два... И всеми мыслями, которые я озвучил только что Максим Григорьев, живут также и болельщики. Лукомотив, что все будет хорошо. Хорошо. Действительно, пока похвастать особо. Как обычно нападает? Ну-ка, кошелек! Я поймал много. Вот так вот. Что дальше? Что дальше? Хрупкая женщина. Ничего не смогло. От палящего солнца все способы хорошие. Кого-то тянет к большим водным артериям, а кто-то довольствует. Не сказала бы все в глаза, но здесь хуйня. Обдолбанные подростки. Обдолбанный организатор. Только что что-то пытался со сцены произнести, но у него язык сильно разоплетался, я не разобрала. Картинки никакой, вот можете посмотреть. Сюжет из этого делать нельзя. Ни рифста, блин, ни войс, ни синхрон, там войс синхрон, ни хрена. На полях орудует вид саранчика. Блин, да что ж такое? У нее характерный серый цвет и красные крылья. Блин, мне в лицо муха лезет. Ну что, так все время будет, что ли? Блин. Их видно, нет? Блин, я не могу, да что, откуда здесь мухи? Камиль, я не могу так говорить, слушай. Имя адмирала Колчака увековечили, ой, простите, сейчас далее главная тема выпуска. Евроцент на счету, каждый евроцент на счету у молодых людей на сберкнижке. Подобная же модернизация отечественных НПЗ в ближайшие годы должна стать пошел в жопу. Серьезно, давай, все, серьезная передача. Все, я собрался. Попечительский совет. Вы кого играете? Проститутку или пидора Садулина? Вы хотите умнее казаться? Да пошел ты в жопу вообще. Гемористы, б***ь. Далее новости спорт и с ними нас познакомит... Денис Косинов забыл. Благодарю вас, коллега. А тех, кто еще не забыл? И к новостям спорта с ними Денис Панкрат. Денис Косинов. Ну, так или иначе, да? Президент России Владимир Дмитрий Анатольевич Медведев. Здравствуйте, мы вас слушаем. Добрый вечер, Марин можно? Марины? Марин у нас, к сожалению, нет. Мы поздравляем Наталью Ярошеву с днем рождения! Бокалы! Студию! Где они? Там, конечно, у нас есть, пожалуйста. Рекламная пауза! Сергей, слышите ли вы нас? Здравствуйте, что вы составили из этих букв? Иди ты нахуй со своими буквами! После отъезда царской семьи из Тобольска, почти 2000 пудов, судя по инвентарным записям, были... Мальчик! Мальчик, иди в жопу отсюда! Одноклассники привели это утро, это, как посмотреть на животных, но оказалось, что тут можно по записи начать заниматься. Это гениально сейчас было. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Я не буду с вами разговаривать, а только с президентом. Владимир Владимирович вас слушает, задавайте вопросы. Я слушаю вас. Добрый день. Это вы? Я. Добрый день, да. Это правда вы? Правда. Раньше тоже были вы, да? И я был раньше, да. Ой, господи, спасибо вам большое за все, огромное спасибо! Это человек, знающий, что такое право. Наш корреспондент Сергей Морозов продолжит тему. Этот материал сейчас готовится к эфиру, а мы... Мы в кадре, мы в кадре, мы работаем. Как найти мужа? Найти мужа – это искусство. Вот такое. А удержать – это профессия. До свидания и удачи вам. Пиздец какой-то. Украинский карнавал сегодня будет состояться из четырех частей. Здесь будет и Менецианский карнавал, и Бразильская феерия, а также Венский бал. Все приглашенные сюда готовятся танцевать, но кроме концертов и кроме танцев, сегодня здесь будет еще и благо... ...собирать деньги для неимущих. Здесь будут акцион и лотерея. Уважные полицейские Казаларды взялись за водителей. В области прошел 10-летний рейд, 10-дневный рейд «Безопасная дорога», за время которого выявлено множество нарушителей. Полиция Канады обнаружила плантацию марихуана, охраняемую 13 черными медведями, сообщает The Canadian Press. Помимо медведей, на территории фирмы, где росли более 2300 кустов конопли, также находились большой пес, вьетнамская веслобрюхая свинья и енот. По словам полицейских, когда они обнаружили плантацию, то увидели, что рядом с грядками марихуана сидят. «Полиция Канады обнаружила плантацию». «Полиция Канады обнаружила плантацию марихуана, охраняемую 13 черных». «Полиция Канады обнаружила плантацию марихуана, охраняемую 13 черными медведями», сообщает The Canadian Press. «Полиция Канады обнаружила плантацию марихуана, охраняемую 13 черными медведями», сообщает The Canadian Press. «Помимо медведей, на территории фирмы, где росли более 2300 кустов конопли, также находились большой пес, вьетнамская весла». «Помимо медведей, на территории фирмы, где росли более 2300 кустов конопли, также находились большой пес, вьетнамская веслобрюхая свинья и енот». «По словам полицейских, когда они обнаружили плантацию, то увидели, что рядом с грядками марихуаны сидят медведи». «По словам полицейских, когда они обнаружили плантацию, то увидели, что рядом с грядками марихуаны сидят медведи». «А, это просто…» «И тут же курят!» «А-а-а-а-а-а!» «Все тринадцать пять!» по утрянке ну ладно дочитай уже по словам полицейских когда они обнаружили плантацию то увидели что рядом с грядками марихуаны сидят медведи хоть бы стояли уже ладно пожалуйста минуту до эфира в эту субботу в 15.00 на канале ю премьера три часа нового сезона топ-модель все хорошо по звуку пожалуйста девочки подправьте чуть-чуть вере грим чуть-чуть она плестит верка в регион сейчас подводим все 40 секунд до эфира пожалуйста по речи подъехал чуть ли не концу презентации поняв что к чему и так сказать отметившись я не буду я не буду я ничего не знаю более грамма в теме вот это фейсбук еще только набирает силу что дальше будет страшно приду подумать сегодня суток вадора о господи на этом месте у меня почему-то сломался стул куда сегодня суд эквадора вынес решение прогремевшие далеко за пределами этой маленькой латиноамериканской страны нефтяная корпорация шеврон на штрафована на девять с половиной миллиардов долларов за что и собирается ли шеврон платить спросим игорь полетаев и гонорожная он сам эквадорские индейцы говорят что американские нефтяники загадили им всю природу но американцы конечно платить отказываются